Привет! Как дела? Сегодня я расскажу об одном из моих самых любимых лондонских зданий, в котором мне удалось побывать внутри в рамках программы фестиваля Open House London в 2016 и в 2018 году. Это One Canada Square. Это здание находится в районе Кеннери Ворф. Этот район у меня тоже один из самых любимых. Об этом районе я буду рассказывать позже, о том, как я в него впервые попала, на каких мероприятиях там побывала и что там вообще находится, а также о других зданиях, в которых мне удалось побывать в рамках фестиваля Open House London, о котором я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Например, такие, как Масонский клуб в Лондонском Сити или National Liberal House, а также Lancaster House, где снимали сериал Corona, New Scotland Yard, Tower 42 и многие-многие другие здания. Рассказы о некоторых из них уже существуют на моем канале, о других зданиях я тоже буду рассказывать. В общем, поехали! One Canada Square – это главный небоскреб в лондонском районе Кеннери Ворф. В принципе, там и находится основная остановка, как метро, так и DLR, и многие автобусы приезжают на станцию под названием Кеннери Ворф. И вот так вот в 2016 году мне удалось выиграть билетик, чтобы посетить 39 этаж этого здания. Надо сказать, что туда запускались группы по 20 человек, и количество билетов было ограничено. Но мне вот так вот негаданно-нежданно повезло. В 2016 году я ходила туда одна, сняла все на видео, и сегодня я буду показывать вам, что там находится внутри и какие виды открываются на Лондон. Это самое главное, ради чего я хожу на фестиваль, чтобы поснимать побольше лондонских видов. И особенно мне очень нравится вид на Сити оф Лондон. И именно оттуда открывается просто потрясающий вид. Ну, начнем сначала. Пришла я туда, мне выдали вот такой вот бейдж, собрали нас в группу и повели в лифты. Мы приехали, по-моему, сначала на 30 этаж, где нам на фоне карты рассказали, как вообще создавался этот район, почему он был построен, что с ним связано, как туда тянули ветки метро и потом DLR, Docklands Rail. То есть это надземка такая, у них ходит там автоматическая, то есть без водителя. Про сам район я буду позже рассказывать, скажу только то, что это были доки. То есть некий такой порт, куда приходили корабли по Темзи, дальше в центр Лондона они уже никак не могли пройти. То есть там они вставали на доки, так называются, как бы причалы, и выгружали товары и все, что они везли в Лондон. И вокруг этого района потом стали создавать некую инфраструктуру. Ну и сейчас этот район больше пользуется популярностью, как самый главный финансовый район Лондона. В каждом из небоскребов которого находится практически главный офис каждого из банков. Такие как Barclays, HSBC, JP Morgan, City и многие другие. Ну и затем, собственно, нас снова посадили в лифт, довезли на 39 этаж. Там, видимо, был организован офис для приема гостей. И там нам дали спокойно походить, пофотографировать виды на разные стороны этого небоскреба. Напоили чаем или кофе, я уж не помню, с печеньками. И, в принципе, за полчаса экскурсия была окончена. Ну, все, что мне удалось снять, я вам сейчас показываю. Также я сделала видеоролик на свой канал Лондайланд. Если кто хочет посмотреть, смотрите его в этом ролике. В 2018 году мы ходили уже с подругой, которая тоже обожала ходить, изучать лондонские здания. И мы приехали туда уже вместе. Но на тот момент я уже решила не снимать видео, так как у меня этот контент уже был, а побольше пофотографироваться на фоне этих потрясающих видов. И также нам, помимо карты и рассказа о создании этого района, показали макеты нынешних и будущих зданий. То есть, как эта инфраструктура будет продолжать строиться дальше. И я это тоже все поснимала. Ну и, конечно, мы пофотографировались с подругой на фоне лондонского сити, который виден из окна этого небоскреба. Этот небоскреб как раз вот тот самый, который с пикой наверху, если кто знает лондонский район Кеннери Ворф. Это самое главное здание и визитная карточка этого района. В конце нас также напоили кофе с печеньками. Там, кстати, оформление этого этажа было разработано уже в другом дизайне. Плюс к этому появились какие-то новые арт-объекты. Я это тоже как-то поснимала, но видео не стала снимать. Плюсом к этому нам подарили вот такие вот сувениры. Ручка Паркер, где написано Кеннери Ворф. И такой вот для Ойстер-карт чехольчик. Можно носить визитки. И уйстер-карт это у нас просто карточка метрополитена и так далее. Вот такой написано Кеннери Ворф. И вот как раз-таки это здание нарисовано. И весь этот район в основном. Вот именно таким я представляла себе Лондон, когда я ехала впервые в британскую столицу. Но по существу оказалось, что это большая деревня, если можно так назвать. То есть малые этажки, 3-4-5 этажей. Это основные жилые дома в Лондоне. А район Кеннери Ворф, видимо, чаще был использован в различных фильмах о Лондоне. И я почему-то представляла себе, что весь Лондон именно такой. Ну, об остальных зданиях, которые мне удавалось посетить за несколько лет жизни в Лондоне, на фестивале Open House London, я буду рассказывать позже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!